Скорая из прошлого века. На Волыне, позвонив 103, можно так и не дождаться помощи. Каждая вторая карета скорой в области разваливается на ходу. Есть ли шансы обновить автопарк, узнавали мои коллеги. Возить больных этот УАЗик не сможет еще долго. Машина сошла с дистанции от старости. Ей более четверти века. Ржавое днище, расшатанные сидения, двери, которые открываются на ходу. Вот УАЗелья стоит. Это уже современная машина. 15 лет в выпуске. Она тоже снищена. Ржава, кузовы перекошены, двери открываются на ходу. Нет ценности вкладывать большие деньги для ремонта данного автомобиля. На балансе областного центра экстренной помощи более сотни спецавтомобилей. Половина в аварийном состоянии. И использовать их нельзя. Сейчас у нас в автомобиле считается 113. Из них не отвечает ДСТУ 69 автомобилей. То есть эти автомобили нам необходимо обновить. Из этих 69, 47 автомобилей, это УАЗы старого радянского образца. Правда, попадаются и новенькие ПЖО. 35 получили в 2014 году. Но и они время от времени ломаются. Сегодня ждите на одном и поехали сюда, потому что проблемы есть с колесом. Подшипник что-то зашли. И как часто вы ремонтируете? Не часто. Сейчас бывает, потому что железо непредсказуемо. Этот центр обслуживает всю Волынскую область. Ежедневно получают более полутысячи вызовов. На дежурстве 72 бригады медиков. Доехать до пациента за 20 минут, как установлено нормами, нереально. Скажите, как на таком автомобиле доехать до выклика и обеспечить 20 минут доезд в сельские местности, а по 10 минут и по городу. В областном управлении здравоохранения говорят, все упирается в деньги. Один укомплектованный спецавтомобиль стоит более 2 миллионов гривен. Таких денег в бюджете нет. Министерство охраны здоровья, соответственно, проинформовано про потребу в области на обновление автомобильного, специального автомобильного транспорта на экстременном медицинском добомозе. И я надеюсь, что после подтверждения областного бюджета мы будем иметь уже соответствующие позитивные кроки. Медики надеются, что на них все же обратят внимание, ведь еще немного и выезжать на вызовы они просто уже не смогут. Полина Спасенко, Мария Андрейчук, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Волынская область. Продолжение следует.